Девушки отдыхают А некоторые с непониманием Давайте разберем этот вопрос Мне очень нравится Псалом Давида Восемнадцатый Мы посмотрим с десятого по пятнадцатый стих Все-таки Насколько Давид был открыт для Господа Насколько сердечко его было Открытое к поискам Бога К поискам Его воли Он очень хотел быть праведным Пред Богом Чистым пред Богом Это так важно Когда мы ищем именно Божьих судов А не человеческих Итак, я зачитаю эти слова Страх Господень Чист Мне очень хочется, чтобы вы Каждое слово слышали Для себя Для своего сердечка Итак, страх Господень Чист Пребывает вовек Суды Господни Истина Все праведны Они Вожделение золота То есть дороже золота Желание золота И даже множество Золота чистого Хочется задать вопрос вам Кто так хочет суды Божьи? Вожделение, чем золото Итак, суды Господни Истина Все праведны Они вожделение золота И даже множество Золота чистого Слаще меда И капель сота И раб твой Охраняется Ими Чем? Судами В соблюдении их Великая награда Кто смотрит Погрешения свои От тайных моих Очисти меня И от умышленных Удержи Раба Твоего Чтобы не возобладали Мною Тогда я буду Непорочен И чист От великого Развращения Да будут слова Уст моих И помышления Сердца моего Благоудны Пред Тобою Господи Твердыня Моя Избавитель Мой Какие чудные слова Как Он Открыт Для Господа Я хочу Чтобы мы С вами Сейчас Поразмышляли Есть три понятия Такие как Закон Божий Заповеди Божьи И суды Божьи Можно сказать Что это все Одно и то же Они все Даны для человека Для чего Только с одной целью Сохранить человека От влияния Зла Удержать человека Во свете Однако Закон Божий Он что делает Он обнаруживает Грех Он Обнаруживает Зло И осуждает Его Заповеди Они Оберегают Человека От греха Его Заповеди Можно Как бы С забором Сравнить Вот они Ограждают Человека Если человек Соблюдает Заповеди И за этими Заповедями Если мы Исполняем Мы живем Безопасно Если мы Их не приступаем Как Давид Пишет Закон Господа Совершенно Кто может Изменить Закон Господа И что-то Улучшить Никто Можно Этот закон Как бы Приспособить К себе Но улучшить Никак И закон Господа Что делает Укрепляет Душу Откровение Господа Верно Умудряет Простых Повеление Господа Праведны Веселят Сердце Заповеди Господа Светла Просвещает Очи Вы посмотрите Как Жил Давид Что для него Было Удовольствием Радостью Это что Исполнение Заповеди Исполнение Закона Он в этом Находил Удовольствие Он понимал Потому что Он осмысливал Но Он понимал Что и этого Недостаточно Это Не приводит Человека К совершенству Почему? Потому что Внутри Человека Нужны Перемены Внутри Нужны Внутри 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 Человека И осуждать И многое Человеком Совершается Обходя Заповеди Так что Внешне Он выглядит Праведным И можно Даже не заметить Что он Обходит Заповеди Но он Может Жить Безнравственно А внешне Соблюдать Заповеди Это то Что потом Сказал Иисус Что надо Превзойти Праведность Фарисеев И книжников Если этого Не превзойти Даже в Царство Божие Не войдем Как хорошо Видел Давид Всегда При собой Господа Зачем? Зачем? Потому что Он все время Хотел Жить Перед Его Лицом Лицо Господа Оно Светлое Оно Святое Оно Праведное И поэтому Если ты Живешь При лицом Бога Ты всегда Живешь При лицом Праведности Всегда Получаешь Откровение От Господа Потому что Видишь Глаза Божьи Лицо Поэтому Я вам Скажу Что Давиду Было Открыто Очень Много Он Не просто Псалмы Писал Не просто Царем Он был Еще и Пророком Его Вот эти Псалмы Очень часто Пророческие Псалмы И даже Те Слова Которые Изрекал Давид В посланиях В песнопении Богу В Псалмах Иисус Потом Употреблял Как Слова Божьи Потому что Давиду Было Это Открыто Он Открыто Принимал Господа Все время Был Пред Его Лицом Итак Давиду Самое Главное Было Открыто Ему Лично Это То Что Суды Божьи Нужны Необходимы Для того Чтобы Жить Праведно Для того Чтобы Правильно Судить Вы знаете Почему Люди Боятся Судов Божьих Потому что Это Слово Суд Они Воспринимают Как Обвинение Наказание Какое-то Возмездие Но Естественно Оно Придет Если Человек Не Ищет Божьей Правды Но Если Человек Живет В Судах Божьих То Это Его Не Постигает Совсем Не Это Имеется В Суд Божий И Творить Суд Божий Это Тоже Не Означает Судить И Осуждать Всех Подряд То Суд Божий Он Должен Жить В Сердце Человека Тогда И Страх Господь В Сердце Человека Если Ты Не Знаешь Судов Божьей У Тебя Нет Страх Пред Господом А Нет страха Нет Мудрости Потому Что Страх Божий Это Начало Мудрости Тот Который Утерял Страх Божий Он Просто Просто Не В Мудрости Вообще И Сердце Его Не Знает Бога Не Знает Праведность У Него Своё Представление Праведности Знаете Где Пребывает Истина Она Пребывает В Божьих Судах И Кто Ищет Правду Кто Ищет Истину Находит Божьи Суды Суд Божий Он Обнажает Он Как Свет Он И Есть Свет Который Во тьме Светит И Вот Этот Разум Который Пребывает Во тьме Он Освещает Я Хочу Прочитать Вам Интересное Место Исайя Пишет 58 1 4 Он Пишет О народе Божьем Я Думаю Что Если Сейчас Жил Исайя Сказал Те же Самые Слова К Церквям Он Говорит Взывай Громко Не Удерживайся Возвысь Голос Твой Подобно Трубе И укажи Народу Моему На Беззаконие Его И Дому И Яковлеву На Грехи Его Это Бог Сказал Иса Его Так Вопить Они Каждый День Ищут Меня И Хотят Знать Пути Мои Как Бы Народ Поступающий Праведно И Не Оставляющий Законов Бога Своего Как Бы Вот это Слово Как Бы Осуждает Все Они Вопрошают Меня О судах Правды Желают Приближения К Богу Стоит Слово Как Бы Как Бы Вопрошают О судах Как Бы И Говорится Почему Мы Постимся А Ты Не Видишь Смиряем Души Свои А Ты Не Знаешь И Бог Говорит Вот В день Поста Вашего Вы И И И Требуете Тяжких Трудов От Других Вот Вы Поститесь Для Ссор И Расприй И Для Того Чтобы Дерзкой Рукой Бить Других Вы Не Поститесь В Это Время Так Чтобы Голос Ваш Был Услышан На Высоте Как Страстно Подумайте Каждый О себе А Как Вы Поститесь А Как Вы Молитесь Что Вы Ищете Как Б Знаете Что Такое Как Б Это У Вас Уже Есть Своё Собственное Мнение Ну Да Я Спрошу Бога Ну Вы Остаетесь При Своем Мнении Не Любит Бог Отвечать На Такие Вопросы Он Отвечает Искреним Сердцам Которые Правда Ищут Так Что Ж Такое Суд Божий Я Вам Скажу Это Просто Определение Бога Всего Что Он Считает Плохо И что Хорошо Что Бог Считает Праведно И что Он Считает Неправедно Что Бог Называет Злом И что Бог Называет Добром Что Он Называет Правдой И что Он Называет Ложью Вот Это Чистота А вот Это Лукавство Вот так Бог Определяет Где свет И где Тьма Вот Это Называется Суд Божий Когда Человек Действительно Видит Глазами Которые Дает Ему Бог Через Суд Божий Он Имеет Возможность Судить Что Правильно Что Нет И Каждый Кто Желает Жить Праведно Кто Желает Мыслить Праведно Должен Иметь Сердце Суд Бога Должен Познать Суды Божьи Вы Не Можете Судить Праведно Если Не Познали Судов Божьих Это Нереально Поэтому Столько Неправедных Суждений Столько У христиан Неправедного Поведения Столько Неправедных Мыслей Потому Что Оставили Суд Божий Должен Человек Понять Это И Призвать В свою Жизнь Суд Божий Призовите Не Бойтесь Это Божья Правда Это Мудрость Которую Он Может Нам Дать Как Подарок Как Дар Суды Его Как Говорит Правильно Давид Блажение Благословение Всякого Меда Вожделение Всякого Золота Кто Это Понимает Тот Действительно Мудр Никто Не Сможет Поступать Праведно Никто А тем Более В этом Мире Если Он Не Знает Суда Божьего А Суд Божий Возможно Совершать Только Тогда Когда Он Тебе Живет Когда Он Все Время Внутри Тебя Судит Вы Понимаете Что Я имею Ввиду Не Осуждает А Судит То есть Обнажает Что Правда Что Неправда Правильно Неправильно Через Твою Совесть Через Твои Мысли Прежде Чем Что То Сказать Слышишь Это Неправильно Вот Это Правильно Прежде Чем Что Подумать У Тебя Внутри Совесть Говорит Неправильно Мыслишь Исправь Свои Мысли Вот Это Правильно Давид Так Жил Он Так Хотел Да И Давид Ошибался Только Один Иисус Христос Никогда Не ошибся И Все Так Давид Так Жил Поэтому Он Говорил Страх Господень Чист Пребывает Вовек Суды Господни Истинно Все Праведны Они Вожделения Золота Чистого Слаще Меда И капель Сота И Ребен Охраняется Ими В Соблюдении Великая Награда Я хочу Чтобы Это Услышали Он Всегда Просил Судов Он Всегда Хотел Чтобы Бог Судил Внутри Него Все Мысли Даже Помышления Почитайте Его Псалмы Псалом 138 Он Говорит Испытай Меня Боже И Узнай Сердце Мое И И Зри Не Напас Нам Ли Я Пути Направь Меня На Путь Вечный Если Вы Так Будете Жить Вы Будете Жить Правильно Вы Знаете Что Он Не Пытался Просить Бога Чтобы Бог Узнал Для Себя Бог И Так Знает Но Когда Он Говорил Испытай Меня Он Хотел Чтобы Бог Испытал И Ему Показал Я Все Время Молюсь Так Я Хочу Что Бог Испытывал Меня Каждый Раз И Моё Сердце И Мои Мысли Помышления Намерения Я Боюсь Споткнуться Я Боюсь Отодвинуться От Истины Даже На Один Градус Сегодня Если На Один Градус Отклониться От Истины Послезавтра Это Уже Будет Два Градуса И Это Будет Уже Другой Путь Поэтому Я Всегда Прошу Не На Опасном Я Пути Я Хочу Знать Суды Божьи Я Хочу Жить Божьих Судах Еще Хочу Прочитать Вам Одно Место Псалом 25 1 1 12 Изумительный Псалом Опять Он Просит Смотрите Рассуди Меня Господь Рассуди Меня Ибо Я Ходил В Непорочности Моей То есть Он Видит Что Он Живет Как Праведник Он Старается И Уповая На Господа Не Поколеблюсь То есть Не на Свою Праведность На Господа Не Поколеблюсь Он Говорит Искуси Меня Господи Испытай Меня Кто Из Вас Просит Искушение Он Говорит Искуси Меня Потому Что Тогда Он Увидит Твердо Ли Он Стоит В Истине Что То Еще Его Искушает От Чего Он Должен Освободить Себя Внутрь Свою Искуси Меня Господи Испытай Меня Расплавь Внутренности Мои И Сердце Мое Ибо Милость Твоя Пред Моими Очами И Я Ходил В Истине Твоей Не Сидел Я С Людьми Лживыми Сплетни Его Не Интересовали И С Коварными Не Пойду С Теми Которые Кому-то Хотят Подстроить Зло Возненавидел Я Сборище Злонамеренных И С Нечестивыми Не Ся Буду Омывать В невинности Руки Мои И Обходить Жертвенник Твой Господи Чтобы Возвещать Гласом Хвалы И Поведать Все Чудеса Твои Господи Возлюбил Я Обитель Дома Твоего И Место Жилища Славы Твоей Не Погуби Душу Души Моей С Грешниками И Жизни Моей С Кровожадными У Которых В руках Злодейство И Которых Правая Рука Полна Бздоимства А Я Хожу В Моей Непорочности Избавь Меня И Помилуй Меня Моя Нога Стоит На Прямом Пути В Собраниях Благословлю Господа Вот в чем Искренность Давида Вот почему У него Сердце Видите Какое Чистое Что он Искал Судов Испытай Очисть Сохрани Не Позволь То есть Я хочу Все время Стоять В истине Хочу Все время Оставаться Во свете Хочу Все время Знать Твои Суды Хочу Все время В них Жить Хочу Все время Быть Судим Судим Это Не Осужден А Чтобы Бог Останавливал Это Неправильно Остановись Не Делай Не Говори Не Думай Это Прекрасно Так Жить Это Прекрасно Если Ты Так Живешь Ты Можешь Надеяться На Близость Богом На Дружбу Ним Как Он Боялся Быть Обманут А Кто Из Вас Боится Я Боюсь Я Буду Говорить О Себе Я Не Боюсь Это Говорить На Весь Мир Я Боюсь Быть Обманут Я Все Время Боюсь Потому Что Я Знаю Как Хитер Враг Как Он Может На Душу Твою Повлиять Как Он Может Обидой Чем То Так Коснуться Тебя Что Ты Увлечешься Этим И Попадешься В ловушку Его Поэтому Я Все Время Прошу Господи Внутренность Мою Проверяй Испытывай Не На Опасном Ле Пути Посмотрите Почему Давида Бог Сказал Муж По Сердцу Моему Муж По Сердцу Бога Вы Представляете Какая Награда Уже Это Услышать Итак Он Никогда Не Оправдывал Себя Но Он Говорит От Тайных Моих Очисти Меня И От Умышленных Удержи Раба Твоего От От Тайных Каких Тайных От Кого Вы Знаете Что Иногда Это От Нас Самих Тайное Потому Что Мы Думаем И Не Думаем О чем Мы Думаем Если Вы Понимаете Что Я Говорю И Вдруг Проливается Свет Бога И Он Открывает О чем Ты Думаешь Сколько Там Неправды Сколько Там Допустим Обид Огочение Злобы И Ты Опоминаешься Не Хочу Прости Меня Господь И Он Говорит От Тайных Моих Очисти Меня Которые Только Он Видит Но Бог Знает И От Умышленных Удержи Меня Чтобы Не Возбладали Мною Потому Что Они Сначала Тихонечко Приходят Как Мысли А Затем Начинает Обладать Человек И Он Уже В Капкане И Уже Действует Так Как Они Повелевают Но Он Говорит Удержи Вот Там Внутренность Моя Тогда Я Буду Непорочен Услышали Когда Мысли Даже Тайны Будут Праведными Тогда Буду Непорочен И Чист От Великого Развращения Потому Что Это Все Развращение Да Будут Слова Уст Моих И Помышления Сердца Моего Благоугодны Перед Тобою Церковь Я Желаю Вам Этого Так же Как И Себе Я Желаю Вам Этого Да Будут Слова Уст Ваших И Моих И Помышления Сердец Ваших И Моих Благоугодны Пред Господа Потому Что Господь Твердыня Моя И Избавитель Мой Вот Какой У нас Царь Давид Муж По Сердцу Бога И Те Которые Хотят Быть Мужами И Женами По Сердцу Бога Любите Суды Божьи Призывайте Их В Свою Жизнь Живите В Судах Божьих Благословение Они Благословение Поверьте М Как Многими Забыто Это И Помнить Хочется Только Бог Есть Милость Бог Есть Благодать Мои Хорошие Конечно И Благодать И Милость Но Не Забывайте Что Бог Судья Правед Судья Правед И Те Которые Приступают Милость И Приступают Благодать Приступают Его Заповеди И К Сожелению Тогда Милость И Благодать Кончаются Очень Хорошо Об этом Говорится И В Писания И И Судья Принес Даже Учение Как Быть Праведными И Сказал Если Не Превзойдет Ваша Праведность Фарисеев И Книжников Которые Знали Закон И Вроде Как И И И И И И И И И Строгость Бога Говорит Не Войдете В Царство Небесное Другими словами Не Войдете В Спасение А Как Жен Милость И Благодать Я Буду Грежит О Милость И Благодать Я Буду Неправедно Мыслить О Милость И Благодать Она Перестает Действовать Там Где Приступают Заповеди Его И Попирают Благодать Его И Милость Его Она Перестает Действовать Вот Послание К Евреям Записано Очень Интересно Прочитаем С вами Эти слова Евреи 10 25 31 Тут Говорится Не будем Оставлять Собрание Своего Как Есть У Некоторых Обычай Но Будем Увещевать Друг Друга И Тем Более Чем Более Усматриваете Приближение Дня Он И Ибо Если Мы Получив Познание Истины Произвольно Грешим То Не Остается Более Жертвы За Грех Но Некое Страшное Ожидание Суда И Ярости Огня Готово Пожрать Противников Если Отвергшись Закона Моисеева При двух Или трех Свидетелях Без Милосердия Наказывали Смертью То Сколько Те К чайшему Дум И еще Господь Будет Судить Народ Свой Страшно Впасть В руки Бога Живого Кому Страшно Тем Которые Живут Неправедно Те Которые Не знают Судов Божьих Не знают Господа Давиду Не страшно Потому что Суды Господни Истина И все Праведные Он их Любит И нам Не будет Страшно Если Мы Любим Господа Любим Его Заповеди Любим Его Законы Любим Его Суды Но если В сердце Твоем Нет Этого Если Ты Не призвал И Не Принял Так Как Ты Будешь Знать Правду Божью Вы Знаете Что Его Суды Это Божья Праведность Божий Суд Это Божья Праведность Хотите Знать Божью Праведность Примите Попросите Его Судов Это Блажение Всего Знать Божьи Суды То есть Божье Суждение Суды Это Божье Суждение Божье Рассуждение Божье Определение Просите Этого Просите Умоляйте Ищите Когда Бог Благословил Соломона Вы только Посмотрите Чего Просил Соломон Господь Конечно Дал ему Просимое А что Он Просил Я Хочу Прочитать Третье Царство 3 9 12 Он Говорит Даруй Же Работ Твоему Сердце Разумное Я Думаю Глупый Никогда Бо Этого Не Попросил У Него Уже Был Разум Но Он Чувствовал Что Недостаточно Тот Который Имеет Мудрость Просит Еще Говорит У меня Недостает Мудрость Тот У кого Мудрости Нет Я Один Раз Слышал Такое Суждение А Для Чего Мудрость Знаете Оно И смешно И печально Если Человек Не Понимает Для Чего Мудрость Но Соломон Он Говорит Даруй Работ Твоему Сердце Разумное Для Чего Чтобы Судить Народ Твой И Различать Вот Что Он Хотел Различать Что Добро И Что Зло И Кто Может Управлять Этим Многочисленным Народом Твоим Хочется Добавить Если Не Знать Правды Если Не Знать Что Есть Добро И Зло Как Ты Можешь Судить И Благоугодно Было Господу Что Соломон Просил Этого И Сказал Ему Бог За То Что Ты Просил Этого И Не Просил Себе Долгой Жизни Не Просил Себе Богатства Не Просил Себе Душ Врагов Твоих Но Просил Себе Разума Для Чего Чтобы Уметь Судить Вот Я Сделаю По Слову Твоему Вот Я Даю Тебе Сердце Мудрое И Разумное Так что Подобного Тебе Не Было Прежде Тебя И После Тебя Не Восстанет Подобный Тебе Разум И Мудрость Дары Божьи И Знание Его Судов Великое Благо Для Человека И Кто Не Отступит От Суда Божьего Тот Останется В Святости Его Поэтому Давид Говорил Что Они Охраняют Меня Суды Господни Истина Все праведны Они Вожделение Золота Как забор Охраняют В соблюдении Награда Понимаете Если вы это Понимаете Вы будете Просить Если вы Поняли Смысл Судов Божьих Вы будете Просить Суд Божий Это Тот Самый Свет О Котором Мы Все Рим Говорим Хочу Ходить Во Свете Жить Во Свете А что Делает Свет Он Обнаруживает Тьму Грязь Нечистоту Если Мы Хотим Жить Во Свете Мы Хотим Жить В Судах Этот Свет Он Как Раз Обнаруживает Если Вдруг Наше Намерение Неправильное Если Что Грешное Прокралось Что Даже От Нас Оказалось Сокрыто Как И Сказал Давид Кто Усмотрит Погрешности Свои Кто Он Хорошо Понимал Никто Если Ты Уже Попался В Это Ты Их Не Видишь Кто Усмотрит Погрешности Свои Чужих Мы Хорошо Видим Свои От Тайных Моих Очисти Меня И И От Умышленных Удержим Тогда Он Будет Непорочен Поэтому Иисус Обличал Фарисеев Когда Говорил Горе Вам Книжники Фарисеи Лицемеры А Почему Он Назвал Лицемеры Что Даете Десятину Отмят То Все Делаем По Закону А Оставили Важнейшее Из Закона И Что Бог Называет Важнейшим Он Говорит Суд Милость И Веру Сие Надлежало Делать И Того Не Оставлять Суд Стоит На Первом Месте Это Не То Что Начать Всех Судить Посадить И Быть Судьей Для Всех Если Они Начали Судить Себя Они Не Были Лицемерами Но Они Оставили Суд Они Оставили Понятие Что Праведно Что Неправедно Забыли Про Это Естественно Что Уже Милость Была Не Та Уже Милость Была Неправедно Потому Что Уже Если Ты Не Знаешь Божьих Судов То Как Ты Знаешь Что Надо Миловать А Пресекать Уже Не Можешь И Вера Уже Тоже Не Та Потому Что Ты Уже Бога Не Знаешь Ты Отступил Суд Божий Можно Назвать Обновленной И Очищенной Совестью Потому Что Дух Святой Говорит Через Нашу Совесть И Совесть Я вам Скажу Это Не Плотское Качество Это Нематериальное Ведь Она Внутри Нас Она Внутри Человека Она Нами Ося Займа Однако Это Духовный Уровень Как Физический Орган Она Не Существует Совесть Пребывает Человеке Точно Так же Как Душа Как Дух Это Один Из Органов Осязания Чувствами Мы Чувствуем Но Ее Нельзя Увидеть Ее Нельзя Пощупать Определить Точное Место Где У вас Совесть Находится Мы Скажем Точное Место Орган Где Анатомического Определения У нее Точно Нет Однако Это Один Из Важнейших Органов Чувств Который Нас Спасает Благодаря Совести Мы Можем Спастись Если Мы Не И Не 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 Суды Божьи Мы Тоже Не Можем Познать Нашим Умом Это Познается Внутренностью Нашей И Совестью Нашей Умом Мы Принимаем Умом Мы Даже Можем Сказать Наизусть Можем Выучить Закон Божий Но Чтобы Познать Суд Бога Это Внутреннее И Это Совесть Поэтому И Говорится Что Совесть Наша Она То Склоняется Оправдывать То Склоняется Осуждать Внутри Нас И Она Помогает Нам Храниться В Чистоте И Во Свете А Фарисеи Они Старались Жить По Закону По Уставу А В Результате Оказались Лицемерами Потому Что Потому Что Не Внутренность Свою Меняли А Внешность А Суд Божий Говорит Через Внутреннее Через Совесть Через Сердце И Совесть Вот Хорошо Говорит Павел 1 Коринфянам 11 31 Ибо Если Мы Судили Сами Себя То Не Были Судимы Вот О Чем Говорит Давид Он Все Либо Хотел Сам Судить Божьим Судом Себя Только Так Возможно Ходить Непорочно Есть Человеческие Суды И Когда Человек Даже Вот Этим Человеческим Судом Пытается Себя Судить Он Неправедно Судит Без Божьего Света Без Божьего Суда Ты Сам О Себе Неправедно Судишь Тем более И о Других Это Нереально Поэтому Иисус Сказал Что Ты Смотришь На Сучок В Глазе Брата Когда У Тебя Бревно Опять Назвал Это Лицемерием А Почему Потому Что Судов Божьих Не Знает Тот Кто Так Судит Он Не Знает Суда Божьего Человек Имеющий Суд Божий Внутри Себя Он Иначе Живет Потому Что Сначала Судит Себя Суды Человеческие Могут Себя Или Переосудить И тоже Неправильно Или Оправдывать Бесконечно То Есть Все Так Мы Нуждаемся В том Чтобы Суд Божий Жил В Сердце Призовите Как Благодать Как Одну Из Благодать Я Знаю Насколько Это Драгоценно Я Согласна На Все Сто Процентов С Нашим Давидом Потому Что Как Давид Рассуждает Это Откровение Он Получил От Бога По Великой Милости Божьей Хочу Сказать По Любви К Нему И Нас Бог Любит И Нам Говорит Но Кто Услышит Он Не Говорил Это К Народу Господь Обращается К Сожалению Слышат Не Все Кто Боится Этих Судов А К К Боится Он Сам Лучше Знает Но Мудр Тот К К К Просит Господь Дай Мне Разума Чтобы Правильно Судить С Первую Очередь С С Первую Очередь Примите Суд Божий Для С С Тебя Чтобы Вы Точно Знали Что Правильно Что Нет Что Зло А Что Добро Потому Что Даже Можно Зло Назвать Добром А Добро Определить Как Зло Я Призываю Вас Церковь Я Призываю Всех Слушающих Всех Кто Любит Господа И Кто Желает Быть Там На Небе Вместе С Нем Вечность Сейчас Звучит